Небольшое видео по установке платы DE и RAM в пятисотку. Первое. По поводу активности винчестера. Там есть на плате выход светодиода. То есть можно сделать какое-то отверстие где-то в верхней крышке в корпусе вывести. Но есть решение лучше, но как мне показалось. Если светодиод круглый, сбиваем у него линзу. Если светодиод плоский, то делать ничего не надо. Единственное желательно взять свечение и яркость, чтобы был яркий светодиод красного цвета. И у нас один индикатор питания, а второй активность дисковода. И вот сбоку к нему просто взять, подклеить, либо термоклеем, либо суперклеем этот светодиод в торец. И у нас этот светодиод будет показывать и активность желтым дисковода, и красным он будет отсвечивать от этого светодиода активность винчестера. Удобное решение. Далее, что надо сделать с Amiga. За счет высоты панельки процессора и переходных ламелей процессор стоит высоко и угол его упирается в клавиатуру. И здесь я подрезал, вырезал вот такое окошко в экране, чуть шире, чем процессор и ножки, чтобы экран не мог ножек коснуться. И сбил наискось пластик процессора. Получилась ровная поверхность. Вот здесь на экране убирается одна ножка металлическая, она вниз ушла. И вот здесь подрезается боковой экран по высоте, так как высота платы раньше был немножко ниже. И вот здесь небольшое количество я убрал, вот небольшой вырез, так как здесь идет загиб шлейфа. Чтобы экран металлический он не выдавливал. Винчестеры я решил поставить вот так. Раньше у меня была идея сначала его сюда поставить, фотографии я там прикладывал. Но решил будет это не сильно разумно, потому что вытаскивать что-то, писать, неважно, винчестеры, SD-карта. Здесь он в кармане, то есть не надо ничего разбирать. Открыл карман, вытащил винчестер и все. Сверху шлейф прикрывает, придерживает хорошо экран. А этого разъема не дает коснуться пластик. То есть, ну как он, ничего здесь замкнуть он не может. Единственное, можно пару резинок приклеить там сбоку, сверху, снизу, чтобы он там мягко, грубо говоря, не болтался. Вот так оно выглядит в установленном виде. Переходник этот пока у меня временный. Другой где-то едет с Али застрял. Питание можно взять будет с этого разъема. Шлейф у нас на плату запаян. Так как раньше плата задумалась, шлейф должен был идти отсюда. Но потом оказалось, что в процессе разводки я немного напутал с спросом. Плата получилась становится сюда. Но с другой стороны неплохо. Все хотели, чтобы не накрывался Денис. И как раз вот здесь место осталось для каких-либо доработок с Денисом. С Амиги идет два провода. Сигналы INT и AWARE они берутся прямо вот здесь. Подпаиваются на переходные отверстия в разъеме. И еще кто будет использовать кикстарт, прошитый, например, в 27C400, в 27C800. Это уже обсуждалось. Чтобы не было глюков, надо подтягивать шину адреса. Это вот сборки стоят вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я на всякий случай себе ищу и шину данных подтянул. Так как плата все равно снималась. Доработал я, поставил себе 4 микросхемы, чтобы был 1 метр чипа. То есть эта плата работает и без этого, и с 512. Много программ просто ругается, им нужен метр. Поэтому сразу я поставил, добавил метр чипа. Возможно, я себе поменяю панельку на цанговую. Так как, когда первый раз вставлял эту плату, хотя здесь довольно-таки нормальный, качественный цанговый переходничок, я ее сюда просто так вставить не смог, когда вытащил проц. И плату мне пришлось снимать. Это как я допаивал резисторные сборки. То есть, когда будете первый раз ставить эту плату, рекомендую вам выкрутить все болты с разъема. Плату снять и ставить ее, как бы не давить так, потому что я пытался давить, давить, давить. Думал, и треснет и панелька, и плата. То есть очень туго входит. Ну и плюс не очень мне нравится вот такого плана панельки. Скорее всего, поставлю себе цанговую. Ну, в принципе, ставится и в эту не проблема. Ну, коротко, приблизительно вот так. Если какие-то вопросы есть, задавайте фотографии. Там, как подрезал я экран, я выложу более подробные. В общем, всем пока.